Дорогой Валерий, я смотрю, здесь остались стойки искровцы, но погодите, мы положим до самого конца находиться. Валерий, дорогой, я тебя поздравляю с ним. Вообще человек, который имеет такую судьбу как 5, человек, который дожил до 60 лет, который за спиной видит многое дело, уже годы, да, как совершили, по большому счету. Валерий, ты все и видишь, что тебе хочется здесь, так смотри, все и видишь. Главное, чтобы тебя не продолжало выйти всегда с тобой удачей, а будет удача, будут много интересных моментов. Валерий, у меня здесь есть несколько вещей, которые я хотел бы освоить, не полностью, не пугайтесь, я не привезу адреса. Ирочка, у тебя есть писулька? Что? Надо записать. Как немецкий скажет? Ручка. Депо литературно-пудожественного конкурса «Золотой перуграниц». Решение литературно-пудожественного совета книжного журнального издательства «Граница ФСБ России» от 4 апреля 2014 года награждается монастырю Валерий Павлович памятным знаком с присуждением звания лауреата литературно-пудожественного конкурса «Золотой перуграниц». За активное участие в движении пограничников-пудожественного конкурса «Золотой перуграниц». «Золотой перуграниц» от 4 апреля 2014 года «Золотой перуграниц» от 4 апреля 2014 года «Золотой перуграниц». Вы знаете, у Валерия Ипполитовича сегодня не просто 60 лет, масса других интересных событий. Но, во-первых, человек военный в этом возрасте получает очередное завершающее воинское звание. Люди военные – это ханимуро. Человек становится сначала, допустим, по поле, полковник в запасе, полковник в отставке. Мы привыкли говорить не громко. Валера, еще одно памятное событие. Ровно 40 лет тому назад, вот 20 дней, сошлись наши дороги. В Альбовском и точном войне были здесь наши дороги. 40 лет. Я очень рад за тебя. Рад за то, что мы трудились в одном из дайсов. Мы служили в одних пограничных войсках. Жалко, что я с тобой был несколько раз всего лишь в командировках, но они запомнились на всю жизнь. Когда я ему задал провокационный вопрос. А ты сможешь спеть песню на таком-то, таком-то языке? Он говорит, легко. И за столом сидела компания огромная, кто же спит на языке, а его никто не ожидал. Валера, и награждайся ты за активное творческое сотрудничество с редакцией журнала «Пограничник» в связи с 63-м со дня разговора. Спасибо, дорогой пограничник.